Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об очень актуальной теме, а именно о вакцинации онкобольных от новой коронавирусной инфекции. Вокруг этой темы достаточно много различных фантазий и суеверий, и сегодня мы поговорим о том, что говорит наука. Как нам уберечь наших пациентов от SARS-CoV-2? Здесь представлено строение вируса. Это вирус, содержащий РНК, внутри у него РНК, ассоциированный с нуклеокапсидным белком N. Он окружен оболочкой, в которую встроено несколько белков, таких как белок М, белок Е и, конечно, белок С, от английского слова spike, шип, с помощью которого вирус прикрепляется к нашим клеткам. Вот здесь представлен этот процесс. Рецептор оказался подходящим для этого вируса, это рецептор ангиотензин, превращающего фермента 2. Но мало вирусу прикрепиться к клеточной мембране, нужно еще и попасть внутрь клетки. И здесь ему, к сожалению, помогают наши же собственные белки фурин и сериновая протеаза, которые производят надрезы. Вот здесь крупнее, наверное, показан этот спайк. На С2 субъединицей этого шипа образуются так называемые пептиды слияния, и мембрана вируса сливается с мембраной клетки. РНК вируса попадает внутрь, и начинается производство белков вирус, начинается репликация РНК вируса, и формируются новые частицы. Для чего я вам это говорю? Хочу обратить внимание, что именно анти-С, антитела, оказываются наиболее эффективными. Именно они оказываются вирус-нейтрализующими. Потому что если они связываются с рецептор-связывающим доменом, то они не дают вирусу соединиться с рецептором. Если они связываются с С1 субъединицей, то за счет крупности самой молекулы антитела они также препятствуют прикреплению вируса. А если антитела связываются с С2 субъединицей, то они мешают совершить вот эти надрезы, и не происходит слияние вируса с клеткой. В ответ на вирусную атаку формируется в большинстве случаев так называемый протективный защитный иммунный ответ. Это формирование вот этих самых нейтрализующих антител, вирус-нейтрализующих анти-С. Вот они связываются с этим спайком. Присутствующие здесь макрофаги поедают такие нейтрализованные вирусы, их переваривают. А если вирус-таки внедрился внутрь клетки, и там началось производство этого вируса, то активно работают CD8-цитотоксические клетки, которые распознают зараженные клетки вирусом и убивают их. И таким образом сборка вирусных частиц останавливается, и вирус исчезает. То есть антитела защищают, когда вирус находится во внеклеточном пространстве, кровь, лимфо-тканевая жидкость. А CD8-цитотоксические клетки, когда вирус находится внутри клеток. Что касается хелперов CD4-клеток, то они дирижируют всем процессом, в результате происходит очищение организма от вируса. Но, к сожалению, бывает так, при этой новой коронавирусной инфекции мы знаем, что это достаточно часто, что формируется патологический иммунный ответ. Антитела формируются, но это не нейтрализующие антитела. Привлекается огромное количество провоспалительных моноцитов, макрофагов и Т-лимфоцитов, которые производят гигантское количество цитокинов. Формируется так называемый цитокиновый шторм. Мы видим тут вот интерлекин-6, интерлекин-10, ТНФ, колоннестимулирующие факторы. И в результате все приводит к тому, что происходит отек легкого и полиорганная недостаточность. И, к сожалению, даже современная медицина оказывается не в состоянии спасти таких пациентов. Поэтому, конечно, во всем мире огромное внимание было уделено формированию вакцин против этого заболевания. И в этом смысле наша страна оказалась, прямо скажем, в передовиках. Существует по крайней мере четыре основных направления разработки вакцин. Это вакцины на основе МРНК, это Pfizer-BioNTech и Moderna. Это вакцины на основе аденовирусных векторов. И в этом смысле мы реально впереди, потому что институт имени Гамалея сделал такую вакцину. Это вакцины на основе белка. И в этом смысле у нас тоже есть вакцина, сделанная институтом Вектор Новосибирским. И инактивированные, то есть это дикий вирус, убитый. И на основе этого сделанная вакцина. И третья наша вакцина, институт имени Чумакова, как раз и относится к этой группе. То есть из четырех возможных направлений, три реализованы в нашей стране. Вот эти самые российские вакцины. Значит, Гамм-Ковид-Вак это то же самое, что спутник Ви. Это и Пивак-Корона, и Кови-Вак. Как же делается вот эта вакцина спутник? Тут есть некоторая хитрость, потому что, как я вам говорила, коронавирус это РНК-содержащий вирус. А ДНВ-вирус, который используется в качестве конверта вот этого вектора, он ДНК-содержащий вирус. Поэтому из РНК-коронавируса вырезается только тот кусочек, который кодирует именно S-белок. На его основе синтезируется ДНК, кодирующий этот спайк. И вот эта уже синтезированная генетическая конструкция встраивается в ДНК аденовируса. Причем из самого аденовируса вырезается та часть ДНК, которая касается его репликации. То есть, этот модифицированный вирус будет не реплицирующийся. Это очень важно, потому что вакцины на основе реплицирующихся векторов или живые аденуированные вакцины не подходят для онкологических больных. У нас таких вакцин нет. Каков же принцип действия вакцины спутник ВИИ? Вот в нашу клетку внедряется такой модифицированный аденовирус. И клетка начинает синтезировать S-белок. Дендритные клетки собирают этот S-белок. Такова их функция. И они представляют S-белок, пептиды его, в комплексе HLA на своей поверхности. Такой комплекс распознается CD4-клеткой, хелпером. Причем не просто любым, а именно Т-форрикулярным хелпером. Он является помощником для В-клеток. А, собственно, B-клетки имеют иммуноглобулиноподобный рецептор, который распознает непосредственно этот S-белок на таких клетках. И взаимодействие осуществляется через комплекс HLA антигенные пептиды с хелпером. Хелпер оказывает помощь B-клетке. И B-клетка превращается в плазматическую клетку, которая и синтезирует анти-S, вирус нейтрализующий антитела. Это гуморальное звено защиты. А если вирус попадет в нашу клетку, ее инфицирует, то у клетки на поверхности появятся эти самые структуры S-белка. И ее распознает CD8, цитотоксическая клетка, которая на момент вакцинации была проинструктирована дендритной клеткой относительно структуры этого S-белка. Распознав такую структуру на поверхности зараженной клетки, цитотоксическая клетка CD8, Т-лимфоцит, выделяет специальные, у нее есть цитотоксические гранулы, вещества, которые убивают эту клетку. И таким образом погибает и размножающийся в ней вирус. И это именно клеточный иммунитет. То есть очень важно, что именно CD8, цитотоксические клетки, осуществляют клеточную защиту. Почему вакцина-спутник, там два компонента разных, и как это работает? Значит, сначала используется первый компонент, в котором вектором является аденовирус-26. С этим вирусом мы практически не сталкивались. Обычные респираторки, которые дают аденовирус, это аденовирус с первого по шестой. И начинается иммунный ответ. Он требует определенного времени. Адаптивный иммунитет развивается достаточно медленно. Но приблизительно со второй недели уже определяются антитела. И они определяются и на сам вот этот аденовирус, модифицированный, они зеленым цветом показаны. И на S-белок, который встроен в этот носитель. Если вы посмотрите на прививочный график, который существует в нашей стране, то вы увидите, что интервал между повторными вакцинациями обычно месяц-полтора-два. Это оптимальный срок для вакцинации. А здесь выбран срок неоптимальный. 21 день, 3 недели. Почему? Потому что, когда мы вводим другой носитель, аденовирус-5, а в нем встроен все тот же S-белок, то мы сбиваем ответ на вектор 26-й, а ответ на S-белок продолжает нарастать. В то же время, ответ на второй вектор, на аденовирус-5, оказывается в неоптимальный срок, введенный. То есть, он оказывается невысокий. Таким образом, ответ на векторную часть будет невысокий, а ответ на S-белок суммируется и окажется очень большой. И формируются и антитела, анти-S-белок, и цитотоксические CD8-лимфоциты. И мы лично проверяли своими руками. Уровень ответа на вакцинацию спутник Ви приблизительно соответствует перенесенной инфекции средней тяжести. То есть, это очень хороший реальный ответ. Каков принцип действия пептидной вакцины? Вот у нас имеются некие частицы этой вакцины. Дендритные клетки ее поглощают и представляют в комплексе HLA. Точно так же CD4-хелперы Т-фолликулярные ее распознают. Б-клетки могут собирать вакцину своими рецепторами самостоятельно, взаимодействовать с фолликулярным хелпером, и дальше формируется плазматическая клетка, производящая антитела. По идее, дендритная клетка представляет CD8-клеткам тоже, и в случае заражения должно бы быть и клеточный ответ, который бы приводил к уничтожению клеток, зараженных вирусом. Что мы имеем относительно вакцины Epivac-Corona? К сожалению, публикаций они очень мало. В общем-то, на самом деле, только одна. Касающаяся первой-второй фазы. И мы знаем, что эта конструкция такая достаточно новаторская. Раньше такого не использовали. Это три пептида от S-белка. Вот они покрашены в красный цвет. Которые конъюгированы с неким белком, состоящим из N-белка коронавируса, и через мостик, связанным с частью N-белка от эшрихи-коли, поскольку наработка этой конструкции производится в кишечной палочке. И соединение алюминия – это адъювант для усиления антительного ответа. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы формировались CD8 цитотоксические клетки. Мы с вами помним, что это основной такой противовирусный клеточный ответ. Но производители, разработчики говорят нам, нет, CD8 клетки не формируются. И вообще не все способы оценки клеточного иммунитета подходят для этой вакцины. А какие клетки формируются? Формируются CD4, говорят они нам. Нам, конечно, бы хотелось, чтобы формировались именно Т-хелперы первого типа. Они производят интерферон гамма и участвуют в противовирусном ответе. Но разработчики говорят, нет. Методы по оценке интерферона гамма-клеточного иммунитета не работают с этой вакциной. А какие работают, спрашиваем мы. А работают, они нам говорят, те, которые определяют интерлекин-4. А интерлекин-4 производят Т-хелперы второго типа, которые, как теперь уже точно известно, занимаются противопаразитарным ответом или аллергическими реакциями, но никак не защищают от вируса. Существует еще Т-х17, хелперы 17 типа. Про них вообще ничего не говорится. И как-то авторы намекают, что все-таки это антительный ответ, а значит это Т-фолликулярные хелперы, которые именно и взаимодействуют, как мы говорили, с Б-клетками и приводят к формированию плазматических клеток. Плазматические клетки, соответственно, будут синтезировать те антитела на те белки, которые входят в эту конструкцию. То есть это будут, должны быть белки анти-С, вот эти антиэтипептиды, анти-Н и анти-М. К сожалению, нет публикаций, которые бы нам точно рассказывали о спектре, антител. Есть некие сведения о том, что не обнаруживают у привитых анти-С антител в ответ на эту вакцину. Ну и тогда спрашивается, зачем нужны вот эти антитела, если они не являются вирусометрализующими. Со своей стороны могу сказать, что мы проверяли клеточный ответ CD8 клеток и в небольшом количестве, меньше, чем на спутник, но обнаруживали CD8 клетки, специфичные к ЭС белку коронавируса. Третья вакцина, инактивированная вакцина, то, что у нас КВИВАК. Идея заключается в том, что мы вводим вирус в дикий штамм убитый и добавляется в этой вакцине также соединение алюминия для усиления антительного ответа. Дендритные клетки распознают этот вирус и, соответственно, конечно, презентируют в комплексе HLA соответствующие пептиды, но это будут не только С, но и другие белки тоже. И, соответственно, хелперы будут это распознавать. В-клетки могут такие убитые вирусы тоже распознавать и взаимодействие с хелперами будет происходить. Будут формироваться плазматические клетки и они будут формировать антитела, но они будут формировать антитела не только на С-белок, но и на М, и на И, и на Н, и на все остальное. Вопрос есть, который не очень пока разрешен, потому что публикаций в научной литературе нет по этой вакцине. При том способе убийства вируса, которые используются в данной вакцине, не происходит ли модификации этих белков таким образом, что они не совсем похожи на живой штамм. То есть будут ли вот эти антитела правильно распознавать живой вирус, так же, как они распознают убитый. И второе, не будет ли разводиться противовирусный, вирусно-нейтрализующий эффект вот этих анти-С-антител в общем супчике антител ко всем другим белкам, которые не являются протективными. Конечно же, мы хотели бы, чтобы происходило формирование цитотоксических CD8-клеток, которые бы убивали зараженные клетки при контакте с диким вирусом. Но сами авторы вакцины говорят, что они не уверены, что клеточный иммунитет будет формироваться. Адьевант, как я вам сказала, это усиление антительного ответа, поэтому тут мало что можно... Мы пока опыта не имеем собственного работы с привитыми этой вакциной. Эта вакцина прошла только вторую фазу. Сейчас началась третья на здоровых людях, ну, относительно здоровых, да. Поэтому с учетом того, что и по эпиваку коронии, и по кэвиваку пока нету результатов третьей фазы, и мы не знаем даже, как она защищает здоровых людей от этой инфекции, предпочтение для вакцинации больных онкологических следует отдавать спутнику ВИИ. Вот в Венгрии проявили сопоставление эффективности вакцин на 100 тысяч привитых. У них разрешенный уже давно спутник, Pfizer и AstraZeneca. И из 100 тысяч привитых, посмотрите, в Pfizer заболело 555 человек, умерло 32 человека, то есть это тяжелая была инфекция, с которой не справились врачи. AstraZeneca заболело 700, даже еще больше, но умерло 7. А спутник на 100 тысяч заболело всего 95 человек, умер один. Мы должны понимать, что вакцинация это не стопроцентная защита. Всегда есть какие-то люди, которые не ответили на эту вакцину. Это нормально, это касается всех вакцин, на любой инфекционный агент. Но мы видим, что спутник на фоне этих двух, так сказать, западных вакцин выглядит куда как предпочтительнее и эффективнее. Как я сказала, вокруг вакцинации онкобольных существует достаточно много мифов, и вот один из них о том, что вакцинация опасна для онкобольных, а COVID-19 не очень опасен. Но посмотрите, летальность онкобольных от SARS-CoV-2 в два и более раз выше, чем у пациентов без онкопатологии. Это показано для разных, так сказать, нозологи онкологических. У больных раком иммунная система и без того подавлена, иначе бы онкология бы и не возникла. Плюс многие из них получают иммуносупрессивную терапию, и это ухудшает ситуацию. Известно, что у больных раком высшая экспрессия вот этого рецептора ангиотензин-превращающего фермента, который вирус использует для вхождения в наши клетки. И, наконец, интерликин-6, являющийся главным в развитии цитокинового шторма, известно также, что он усиливает и метастазирование, и рост опухоли, и устойчивость к терапии. И вот на этой картиночке показано, как особенности больных раком и особенности больных ковидом взаимно усиливают друг друга, и это все и приводит к тому, что летальность у этих пациентов серьезно выше. На этой табличке представлено взаимное влияние ковид-19 и заболевания иммунной системы. Онкология – это одно из таких заболеваний, и мы видим, что при ковиде из-за угнетенного иммунитета и иммуносупрессивной терапии они чаще всего не дают цитокинового шторма, но сами не могут справиться с инфекцией. И поэтому обязательно, кроме, так сказать, общей схемы, которая применяется всем пациентам, необходимо использовать и специфическую противовирусную терапию плазмореконвальсцент. Самое неприятное, конечно, это лимфопролиферативные заболевания, потому что здесь это рак самих клеток и именно лимфоцитов, которые и должны защищать. И за счет того, что формируется пол вот этих бластов, из костного мозга вытесняются нормальные зрелые Т-лимфоциты и на периферии может не оказаться тех вариантов лимфоцитов, которые бы могли защитить от COVID-19. И поэтому люди с лимфопролиферативными заболеваниями хоть и не даются токинового шторма, но сами не могут справиться с инфекцией и из-за очень мощной иммуносупрессивной терапии и из-за вот этого дисбаланса в иммунитете. И тут необходимо использовать все, что только можно, и специфическую противовирусную терапию, плазму реконвалисцентов, но для этих пациентов показана длительная персистенция вируса в этих людях, то есть не завершается инфекция, и для них же показана возможность повторного заражения, потому что, как я сказала, может не быть просто тех лимфоцитов, которые способны отвечать на этот вирус, и человек остается совершенно незащищен. Конечно, очень важный вопрос, который многих тревожит, может ли вакцинация снизить противоопухолевой эффект терапии. Здесь вот рекомендации Слонновского ракового центра, они специально подчеркивают, что нет никаких данных, что вакцинация как-то нарушает эффективность противоопухолевой терапии, и на данный момент не зафиксировано проонкогенные действия вакцинации. Очень важно продолжать противоопухолевую терапию во время пандемии тоже, но заболевание ковидом вынуждает приостанавливать некоторые виды терапии, поэтому, конечно, для раковых больных вакцинация в приоритете. А какие вообще нежелательные реакции на прививку, в принципе, могут быть? Ну, это может быть аллергическая реакция. Аллергическая реакция может быть у любого человека, независимо от того, есть у него рак или нет. Здесь важно соблюдать несколько правил. Первое. Немедленные аллергические реакции возникают, во-первых, не на первое введение. Вообще аллергические реакции должно быть, ну, хотя бы повторное введение. Но в любом случае немедленные аллергические реакции это первые 30 минут от момента введения препарата, любого. Поэтому после вакцинации в пределах 30 минут оставайтесь в шаговой доступности от прививочного кабинета. Если что-то вы почувствовали, вы всегда можете обратиться. В любом прививочном кабинете есть противошоковая укладка, вам сделают укол, и все будет хорошо. Если вы ушли куда-то, то, понятно, бежать обратно может времени не хватить. Боль в месте укола. Ну, в общем, конечно, онкологические пациенты перенесли уже в своей жизни столько разных и достаточно болезненных уколов, что это, наверное, им покажется даже смешным. Температура, плохое самочувствие, ощущение ломки связано с выработкой провоспалительных цитокинов. То есть, иммунная система включается, отвечает на вакцину и производит выработку этих провоспалительных цитокинов. Ничего ужасного здесь, пожалуй, не происходит, потому что, во-первых, это короткое время от нескольких часов, ну, максимум, там, 2-3 дня. Это самое большое. И, что важно, наверняка многие онкологи знают такого человека, как Вильям Калей, который на рубеже 19-20 века, ну, так у него случилось, что он обнаружил, что инфицирование онкологического пациента с 4-й стадии рака, там, целой группой бактерий, там возникла очень бурная реакция, ну, практически сепсис, ну, такое пресептическое состояние с температурой, там, 39-40 в течение 2-х недель. Антибиотиков тогда не было, и он изо всех сил, ну, в общем, делал всё, что только можно, чтобы спасти этого человека. И этот пациент выжил. И, к своему удивлению, доктор Калей не обнаружил признаков рака у него. То есть, активация такая противоинфекционного иммунитета была настолько сильной, что иммунная система сожрала эту опухоль без остатка. И он таким способом лечил людей с 4-й стадии рака, от которых отказывались все. И несколько десятков точно у него было вылеченных людей. Поэтому, может быть, и даже если такая, ну, как бы, температура там возникает, и говорит о более сильном выработке провоспалительных цитокинов, возможно, что это окажется даже позитивным в смысле лечения основного заболевания. Второй миф. Вакцинация бесполезна для онкобольных. И здесь много вопросов. Можно ли вакцинировать пациентов в рамках других клинических исследований? Какое время необходимо для развития иммунитета? Какова продолжительность иммунитета? Как влияют различные методы лечения на выработку защиты и, соответственно, оптимальные времени и дозы введения вакцин? Ну, что можно сказать? Значит, по времени, вот я показывала график, как вырабатываются антитела и ответ на спутник, вот это так. То есть где-то через две недели после первой вакцинации уже мы можем детектировать антитела, а через две-три недели после второй вакцинации это вообще оптимальный иммунитет. Продолжительность иммунитета, к сожалению, точно сказать невозможно. Это инфекция всего полтора года, как у нас присутствует. Мы смотрели людей, которые болели в марте прошлого года, и у них до сих пор антитела есть и клеточный иммунитет есть. После вакцинации мы смотрели людей, которые были привиты в апреле-май спутником, и у них тоже есть антитела и клеточный ответ. Насколько это будет долго, сказать трудно, потому что это совершенно новая инфекция. Что касается участия в клинических испытаниях. Ну вот тут представлены рекомендации онкологов США, которые очень похожи есть рекомендации онкологов Великобритании, и те, и другие говорят, что онкологические пациенты это приоритетная группа для вакцинации от COVID-19. Значит, FDA специально выпустила разъяснение, потому что все вакцины, что западные, что наши, они разрешены, но не одобрены, они еще очень свежие. И вы знаете, что существует запрет, что если человек проходит, участвует в клинических исследованиях по какому-то препарату, он не может участвовать в других клинических исследованиях. Так вот, FDA выпустила разъяснение, что вакцинация от COVID-19 не является никаким лечением для онкологических пациентов, и поэтому можно прививать и людей, находящихся в клинических испытаниях, причем если это первая, там вторая фаза, то преимущественно на этапе скрининга желательно это сделать. Если третья фаза, то и в процессе можно. Но обязательно нужно обговаривать это с фирмами, проводящими эти исследования. Обязательно нужно внести в карту сведения о том, когда человек был привит, какой вакцины, были ли какие-то реакции. Обязательно это должно в окончательном отчете учитываться. И это важно, потому что на самом деле очень мало есть работ, касающихся сочетания вакцинации от COVID-19 с разными видами лечения, особенно с вот этими инновационными видами, которые проходят клинические испытания. Кроме того, очень важно то, что раковые больные – это часто возрастные больные, а мы знаем, что возраст является негативным для прогноза исходов при COVID-19. Часто эти пациенты имеют сопутствующие факторы риска, касающиеся диабета, гипертонической болезни, нарушения метаболизма и так далее. Эти пациенты часто ходят в поликлинику к своему онкологу и могут таким образом проконтактировать с больным. То есть это реально очень такая приоритетная группа для вакцинации. Что касается терапии. Значит, вот прежде всего я хотела бы сказать, дорогие клинические онкологи, благодаря действительно развивающимся и очень таким серьезным методам лечения у нас есть достаточно большая когорта людей, которые справились с онкологией, которых 5, 10, 15 лет назад была онкология и ничего, все, так сказать, они закончили, может быть, они даже сняты с вашего учета, но, к сожалению, вот они обращаются ко мне и жалуются, что они приходят в поликлинику вакцинироваться от COVID-19, а им отказывают на том основании, что у них 15 лет назад был рак. Пожалуйста, пишите им справки о том, что с вашей стороны нет никаких противопоказаний для вакцинации, потому что эти люди, которые избежали смерти в борьбе с такой страшным заболеванием, как онкологические заболевания, оказываются беззащитными перед COVID-19 и, конечно, им нужно помогать. Теперь, что касается терапии. Очень разные виды терапии используются при онкологии. Я разделила их на, ну, такой, три больших группы, которые не подавляют иммунитет, соответственно, не влияют на вакцинацию, которые влияют частично и сильно подавляют. И тут разные тактики. Значит, мы видим, что таргетная терапия не подавляет иммунитет и можно прививать. Локальная лучевая терапия, когда вся лучевая нагрузка сосредоточена только на самой опухоли и не подвергается облучению, весь организм не влияет и можно прививать. Негликокортикоидные гормоны, то, что касается эстрогенов, андрогенов и так далее, все нормально, можно прививать. Значит, иммунотерапия, то, что касается контрольных точек, это антипедиван, антиситиэлей, эта терапия направлена на как раз активацию иммунитета. И мы знаем, что бывают случаи, когда возникают на фоне этой терапии и аутоиммунные, какие-то аллергические, вновь возникшие заболевания, как нежелательные явления терапии. Поэтому, если возможно привиться до проведения этой терапии или в промежутке, когда имеется там серия заливок, потом идет достаточно большой промежуток, в промежутке, для того, чтобы не суммировалась вот эта активация от самой иммунотерапии и от вакцинации. Эпигенетическая терапия также не оказывает воздействия на иммунитет и тут прекрасно можно прививаться. Что касается частично снижающих иммунитет, это глюкокротикоидные гормоны, токсическая терапия и антисити-20 терапия. Здесь тактика такая. Мы должны понимать, что да, эти воздействия частично снижают иммунитет. Вакцинировать можно, но надо понимать, что ответ может быть не очень высокий. Соответственно, что касается антисити-20 терапии, то тут важно понимать, что этот маркер, его нет на плазматических клетках, поэтому желательно сделать до того, как начинается антисити-20 терапия, сделать вакцинацию, а потом проводить антисити-20 терапию. Или в серьезном промежутке, но что в любом случае, даже если мы получаем невысокий ответ, это лучше, чем человек вообще не защищен. Что касается хирургической операции, то доказано, что любая операция, ну серьезная, оказывает и частично снижает иммунитет. Поэтому если это плановая операция, то лучше привиться до, если это ургентная ситуация, то уже после, так сказать, восстановления. И, конечно, серьезно подавляющий иммунитет, это ситуация с трансплантацией, с адаптивной клеточной терапией и облучением всего тела. Соответственно, имеет смысл при таком сильном иммуносупрессивном воздействии прививаться только через 3-6 месяцев после окончания курса лечения. И для тех людей, которых мы не можем привить по каким-то причинам, обычно это тяжелые пациенты, используется стратегия кокон. То есть прививают всех контактных с пациентом людей, обычно эти люди, пациенты не выходят из помещения, и это достаточно эффективно. Эта стратегия применяется не только для онкологических пациентов, например, для очень маленьких грудных детей, скажем, вакцинация против гриппа разрешена с 6 месяцев. Если ребенок еще младше, то имеет смысл привить всех контактирующих с ним людей для того, чтобы он остался здоров, потому что такой маленький ребенок, естественно, сам тоже никуда не выходит. На этом я хотела бы закончить свое выступление. Прививайтесь и будьте здоровы!